А вот и они, наши мальчики, оба голые в джунглях, очищающиеся под огромной луной, такой близкой, словно большая мягкая светлая задница. Ты врубаешься, кажется, что стоит только приподняться, и ты достанешь ее, а вокруг мириады звуков ночных джунглей. В объятиях друг друга они нашли потерян город. Хорошо, а москиты их не кусают? В несовершенный синтаксис эти ляпусы внесены режиссером. Он начинает очередную свою легенду. Врубаешься? Они просыпаются ли они утром, а их задницы слились так, что им даже не просраться? Ни в коем случае. Они просыпаются среди магии утренних джунглей. Их ласкает легкий прохладный бриз, нежные пальцы которого пробегают по их юным, стройным и крепким телам. В полусне они начинают ритмически двигаться, сжимаясь. Теперь, ребята, в дело вступает призовой комитет. Они могли подключиться к вопросу еще вчера вечером, но цензор-координатор свалился с катера при виде дрочившего в укрытии индейского мальчика. А Кандиру удрал вверх по его члену, и чтобы извлечь оттуда маленького проказника, пришлось поджарить колдуна. Кандиру это маленькое, похожее на угря, существо длиной 2 дюйма и диаметром четверть, которое забирается к вам на член, в задницу или пизду женщины, если не находит ничего другого. Ин-ситу удерживаясь с помощью усиков. Неясно, чего оно этим добивается, но пока еще не нашлось ни одного бедняги, который бы продвинулся в исследовании жизненного цикла Кандиру на натуре. Так почему на них не нападают воющие орды? Их защищает любовь? Хуя там! Они пользуются новым репеллентом Дюпон В-22. Вот почему. Вы тоже можете с удобством срать или трахаться на всей протяженности от джунглей Мадагаскара до арктических топий Лапландии, где, как в британском пабе, москиты впиваются вам под самый дамоклов меч. Пожалуйста, поторапливайтесь, время не ждет.